так давайте поговорим с вами о полете в израиль из канады летели мы я напоминаю компании эляль почему была выбрана эта компания в общем-то все решала цена потому что в принципе мне рассказали и поделились таким вот опытом что по ноябре обычно или аль делает такую в общем-то достаточно ощутимую скидку на прямые полеты из канады в израиль на это прямо из израиля в канаду и действительно оказалось в общем-то там цена просто вот мы на троих двое деток 4 9 и один взрослый билет начать мы все вместе за все про все заплатили 2 700 канадских долларов то есть канадских долларов подчеркивание американских вот то есть в принципе если вы посчитаете пересчитайте там на билеты на американские доллары как хотите но это но не 50 процентов скидки на билет но как минимум 40 30 40 процентов скидка на билет конечно же такого предложения было тяжело отказаться мы согласились ну во-первых как бы все знают что или считается хорошая компания национальная компания израильская поэтому в общем-то никаких проблем быть не должно тем более если это как говорится атлантический перелет и разумеется ожидания были определенные от самолета что будет какой-то минимальный комфорт да там я не знаю но какой первый минимальный комфорт который вам нужен в полете но это кресло наверное чтобы хотя бы немножечко могло опуститься но не вниз но на какие-то там я не знаю там 30 градусов хотя бы вот ожидай что будут приятные обслуживания да ожидаешь что будет более-менее еда так как я еще раз говорю не летала этой компании и вообще большого опыта полетов у меня нет я зашла почитала какие-то отзывы людей по поводу перелета с эляль какие-то может быть рекомендации ихнее мнение и лучше бы я не заходила потому что то что я прочитала меня повергло в ужас то есть там очень много разных было претензий претензий к компании вот и вы знаете я не знаю плохо это или хорошо но все что я прочитала произошло со мной как бы все то плохое что я прочитала со мной произошло вот и в этом полете и мне еще моя девочка косметолог говорит ты знаешь я летаю горит часто селялем у них говорит там самолеты не очень она говорит дело в том что у них там телевизор там один на салон ну не один на каждый ряд по телевизору то есть не в каждой сидушки встроен и она говорит то есть ты как бы должна это все брать во внимание у них сейчас есть аппликация там что-то там как-то она называется ты ее скачай и тогда у тебя будет возможность как бы если у тебя там android или планшет ты сможешь хотя бы смотреть фильмы какие ты хочешь там хороший контент для детей игры туда-сюда там передачи окей слава богу она мне это сказала я действительно закачала на телефон вот это как бы было хорошо и тут начался полет но во-первых задержался полет на полтора часа и это действительно была тоже одна из тех проблем что почти очень часто очень часто они опаздывают с вылетом хотя это не какой-то там чатерный рейс да это постоянный рейс длительный полет да то есть это уже как бы отработанный маршрут вылетели с задержкой было это оправдано тем что очень большой трафик из сторон то в аэропорт и поэтому часть часть как коллектива и часть пассажиров приехали с опозданием но как бы немножко было смешно потому что ну ладно еще я понимаю коллектив да там тим как бы когда кто ждал пассажиров полтора часа да но не важно окей он сообщил о том что пилот сообщил о том что полет должен длится 12 часов но постарается довести нас за 10 что кстати произошло и кстати со всеми претензиями которые у меня были к обслуживанию к самолету и так дальше сам полет был достаточно комфортный в плане чувствовалась опытность пилота там не три сучки не сучка не задоринки мы даже когда приземлились уже забегаю вперед в израиле люди не знали когда хлопать обычно но все хлопают да при приземлении самолета люди реально не знали когда хлопать потому что не поняли когда он соприкоснулся с землей настолько было мягкое соприкосновение земле вот но наш ужас начался в тот момент когда уже задержали самолет потому что мне сказали порекомендовали гряты ночка ты значит пока там придешь пока вы сядете у сядетесь пока иду раздадут возьми детям какие-то бутики с собой помимо там каких-то вкусняшек которые ты хотела им взять вот очень дети эти бутики всю их все мои запасы съели еще до того как мы поднялись на борт самолета от чего мне было уже веселее потому что как бы все было я раздала ну помимо там конфет которые на палочки взяла на момент взлета посадки чтобы им давать их значит да что мы складывали слюночку то есть как бы я еще не знала что сразу желательно проверить сиденье может быть как-то пожаловаться тебе какую-то другую сидушку что-то в общем короче вылет нашел в вечер то есть в пол седьмого мы должны были вылететь в результате мы вылетели там 8 часов и я так планировала что дети то в это время у меня уже спать идут да там в девятом часу ну думаю ладно здесь как бы больше у них excitement ну ладно пока покушают пока потусуются туда-сюда должны по идее уснуть в общем для детей во первых конечно excitement и вот эта вся энергия прилив и мы вообще не были просто в полном экстазе от взлета от того как он набирал скорость как он летел как он вот это вот все было вот пока еда которую сразу принесли это было просто отвратительная еда еда была не свежая у меня ребенок габриэль она у меня вообще овощной она у меня вегетарианец врожденный она ест овощи фрукты с большим удовольствием в любом количестве значит когда привезли детскую детскую еду какие-то там спагетти которые были в томатном соусе они были не просто в томатном соусе они при с каким-то тушеными овощами все это было перемешано первый вопрос был как бы в курсе ли вы что дети не совсем едят вот это вот такой непонятную смесь почему было нельзя просто уже дать макароны с томатным соусом в томатном соусе да без вот этих овощей но неважно вот помимо этого давался как бы свежий нарезанный салат а он заключался в том что было кружочками кружочками нарезанная помидорчик кружочками огурчик и все это было переложено как бы таким слоем слой помидорки слой огурки значит мой ребенок который все это обожает она просто как бы взяла в рот и выплюнула сразу она не стала это есть потому что они были мало того что такие знаете мягкие мягкое такое было оно было какое-то заветренное то есть окей да мы знаем что когда там нарезали там через какое-то время там да эти овощи они понятно теряют весь свой вид но здесь было действительно настолько заветрено было видно что это нарезано не свежая нарезка я работала я работала в свое время еще в израиле с компаниями кейт ринговыми которые резали еду на самолеты для полетов и как бы немножечко вот эту вот как бы кухню изнутри я знала рассказывали сами работники я должна была рассказывать еще работников когда набирал их на эту работу то есть там реально полеты заказывают еду значит приходит человек забирает эти контейнеры с едой и сразу их погружает на полет то есть они прям в аэропорту вот этот вот кейт ринговая компания расположена была то есть и сказать вам что это нарезали вот буквально человек пришел ты забрал нет то есть этого этого был вид но суток точно если не больше и потом мне сказала моя знакомая ты на кто тебе сказал что они сразу это привезли возможно это дорого для них и они везут это на этот полет идет весь из израиля в тель-авив в тель-авив торондо и уже они когда летят из торондо обратно они это дают то есть возможно они в две стороны когда сразу берут вот эту еду и потому что еда была не свежая в общем короче помимо еды все что я просила спрашивала стюардесс на меня смотрели как на инопланетянку хотя много не спрашивала тому ребенка ребенку не дали сок то есть всем раздают идут вот напитки да какие-то крекеры у меня полноценный ребенок он сидит у меня на руках у него купленное место дали мне дали и до значит этот крекер сам соком с которым ты там попросил ребенку ничего иду дальше группа жителя что с ребенком ребенок хочет сок такой а окей как бы окей значит так она налила от всей души сок что она дала ребенку ребенок сразу же это разлил в тот момент когда она передавала ему это в руки она разлила сколько это делает окей типа пошла ну то что ты не видишь и ребенок разлил сок ну как минимум дай салфетку как максимум налей другую чашку сока да то есть игроки дай салфетку она мне дает салфеточку одну то есть там разлилась чашка сока но мне дают маленькую салфеточку и куда еще дай сокнули еще 2 то есть просто делали одолжение так весь полет они старались не подходить и не проходить мимо то есть обслуживать вот тут по еде давать и все очень было неприятно очень было не по себе от такого обслуживания то сделали одолжение что они тебя обслуживают окей и тут такое время пришло что дети что-то там похватали покусали никто ничего не ел а вот ну думаю окей они сели эти бутерброды перед взлетом габи уже все порисовала поиграла сито почитал посмотрел уже то что там крутили на единственном экране действительно что мне страшно не понравилось почему весь салон должен смотреть вот то что показывает экран во первых там не всегда пристойные достаточно сцены которые бы я хотел чтобы мой ребенок не видел то есть или это агрессия какая-то да там какой-то боевик какие-то убийства кровяные и так дальше я не хочу чтобы мои дети такое смотрели потому что мы такое не смотрим и и до каких-то там эротических сцен понимаете это все показывается и у тебя нету права как бы это отключить выбрать что-то другое окей это меня просто вывела из себя но и на каком-то этапе я чувствую что нужно начать расслаблять детей как-то себе само расслабиться я начала пытаться опустить кресло я нажимаю на кнопку кресла не то чтобы чуть-чуть оттопы оно вообще не шевелится оно как будто стак я нажала я со всей силой я давай детское кресло у габи тоже самое у и до тоже самое и меня я просто поверглась в шок от этого состояния когда я поняла что на этих креслах которые кстати были абсолютно неудобные потому что они были ужасно старые мы летали на таких чатерных полетах когда из израиля я не знаю там венгрию летели там этот полет три часа это не страшно на таком посидеть когда ты летишь через океан тебе лететь там 12 часов по расписанию сидеть на лавке реально кошмар и тут я понимаю что сиденья не откидываются назад ни на миллиметр дети уже как бы видно глаза стеклянные уставшие но уснуть они не могут я конечно немного расстроилась потом как бы я вижу что впереди меня мы сидели во втором ряду в первом ряду ребята женщина мужчина канадская пара и парень они тоже пытались отодвинуть кресло у них не срабатывало кресло то есть вот у них троих у одного парня который передо мной сидел немножечко оно откинулось назад слегка капельку он даже мне никак не мешал это я даже не почувствовала вообще что он откинулся я только видела что у него буквально там на может быть на сантиметр кресло ну отодвинулось от соседнего кресла то есть это было заметно я была в шоке вот эти вот впереди которые сидели пара вот этих вот значит пенсионеров они на меня смотрели за огромным сожалением и с сочувствием что мол бедные дети как они будут спать что абсолютно неудобно абсолютно были в шоке от этого обслуживания короче в общем полный полный кошмар и я поняла что в общем то весело будет но я понимала что на каком-то этапе дети должны захотеть спать и они хоть в какой-то позе но должны уснуть а у меня еще так совпало что перед этим у меня было два больших экзамена перед полетом два дня и я не спала ночами я готовилась плюс к самому полету нужно было готовиться собираться я была просто в шоке потому что я меня просто уже косила реально я уже просто вот как говорится мертви бджолыны вудуть я уже просто была не какущая просто глаза слепаются голова даже вот так вот падает габи что-то там вроде начало ко мне прикладываться я ее там поглаживаю давай габочка спи спи чуть-чуть и тут я вот в этом открыто состоянии пока я пытаюсь габи гладить и она пытается улечься ее раздражает что она не может улечься на этом кресле никак иду тоже пытался как-то усесть за иду очень вот если меня приставь где приставишь там я и буду спать габи в принципе примерно тоже если она хочет спать она уснет в какой-то там позе у иду должен быть полный комфорт то есть он должен спать у него должна быть подушка кровать то есть полное все удобства он не может и вы иначе он не уснет и бедный ребенок я вижу что он мучится что он как бы нервничает но он не хочет мне это показывать и тут меня начинает вот так вырубать голова реально падает уже я на него так смотрю и вижу что начинает тихо плакать тихо истерика но он вообще мне не истерик да там не орет и если даже он плачет так по жизни получается, что он что-то плачет, накричали, наказали, еще что-то. Он очень тихонечко плачет. Я вижу, что он как бы ждал, чтобы меня вырубило, чтобы заплакать, расплакаться. И я заметила этой грудошенькой, сынок, что случилось? Мама, я хочу выйти. И тут как бы сейчас, когда я это вспоминаю и рассказываю, это, конечно, анекдотичная ситуация, да, летим над океаном, ребенок решил выйти, но просто от безысходности, что он не может улечься, он не может усесться, он хочет спать и не может вот это вот найти себе место. Это вот такая безысходность. Я его так понимала, но я понимала, что я ничем не могу помочь. Я, сыночек, еще немножечко, мы скоро прилетим, попробую посидеть. Там дала ему в наушниках послушать такой один голос человека, такого спокойного, и он немножечко успокоился. Что-то там я ему еще достала покушать немножко, какое-то печенье у меня было, какое-то там кино, что типа трансформеры, он немножко его так смотрел одним глазом, тоже ничего хорошего там, где трансформеры, не фильм для детей. И как-то он немножечко закемарил, закемарил, ну буквально чуть-чуть, я думаю, может быть, ну может он поспал чисто времени минут сорок. Габи тем же временем поспала где-то часа два. А, кстати, когда он начал вот эту вот тихую истерию, что, мол, мама, я хочу выйти, Габи это услышала, которая пыталась тоже уснуть, и она заявляет следующее. Она заявляет следующее. Папа! Начала на весь салон кричать «папа!». Ну думаю, ребята, ну все, прилетели, да, мало того, что я уже просто сонная, никакущая, уставшая с этими всеми нервами, с этими взлет-посадка, как говорится, да, вот это все, и еще вот это дети бедные вымученные, это был просто ужас. Мне их было так жалко, но я ничем не могла им помочь. В общем, в конце концов, когда они уснули, через два часа начали уже разносить завтрак, чтобы вы знали. И они проснулись, ну и до уже проснулся. На тот момент Габи пришлось немножко разбудить, потому что она ничего не ела на ужин, и я думала, возьму для нее что-то, но она очень чутко воспит, то есть она начали греметь, раздавать, и она, в общем, проснулась. И опять-таки на завтрак все, что дали, никто ничего не ел, хотя там был неплохой бейгель, неплохой крем-чиз. А, и вот что самое главное, они говорят, вы будете омлет или, значит, фруктовый салат. Но я говорю, конечно, фруктовый салат, думаю, для Габи. Для еды взяла омлет. Омлет был, как будто он не жареный, а вареный. Овощной, фруктовый салат был весь опять заветреный, кусками она взяла. Там был грейпфрукт нарезанный, что-то апельсины, мандарины. Вот такой вот, немножко экзотический. И Габриэль взяла, опять выплюнула, говорит, я это есть не буду. В общем, короче, она уже сидела вся бледная, зеленая, уставшая. Мы начинали садиться, в общем, она говорит, мама в ротике болит, животик болит. Но думаю, сейчас, наверное, вырвет. Так и произошло, когда уже самолет сел, приземлился. Конечно же, мы должны были выходить уже из самолета. В общем, одним словом, конечно, ее вырвало. Поэтому, конечно, что могу сказать. Полет с детьми очень тяжелый. И помимо того, что я всегда думала, детей нужно подготовить, вот как самолет будет шуметь, взлетать, там садиться. Про воздушные ямы, про какие-то трясучки, которые могут предупредить детей, чтобы они ничего не боялись. Я и на тот момент не думала о том, что еще, может быть, некомфортные сидушки, неприятный коллектив, который обслуживающий персонал, отвратительная там еда и все остальное. Еще к этому тоже нужно было готовиться. И в тот момент я не подумала взять какие-то спускарства с собой для детей, что-то, чтобы они могли расслабиться, поспать. Этого не было. Но, в общем, этот полет был завершен. Он, да, был сделан за 10 часов. Мы прекрасно физически долетели. Быстро, без сучка и без заторинги. Но со всем тем, что творилось на борту, просто это действительно, это было очень тяжело. Вот. Конечно же, была написана жалоба. Во-первых, они сами присылают такого рода опросник, в котором они очень подробно все расспрашивают. Есть место для всего, где написать и расписать. Естественно, это все было сделано. Ну и такая возможность была не упущена, потому что не потому, что я люблю жаловаться. Нет, 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 ни в коем случае. Иногда действительно есть какие-то проблемы, но они как-то сглаживаются благодаря обслуживанию, благодаря чему-то другому. Но здесь было просто все ужасно, поэтому ничего не могло сгладить этого состояния моего и впечатления. Только лишь другой лучший полет. Вот. Поэтому, в общем, на этот полет, конечно, была написана большая жалоба. Не знаю, поможет это или нет. Это в улучшении сервиса. Но вот такой вот был у меня опыт. Кстати, то, что скачала я вот это приложение, детям не удалось его смотреть, потому что они были не в состоянии, они были в психопатическом состоянии. Они уже не могли и не хотели ничего смотреть. Но, как говорится, мы это пережили. И о полете назад вы услышите завтра. Забегу немножечко вперед и скажу, что этот полет был другим, чем предыдущий полет. Спасибо, что слушали меня, остались до конца со мной. Подписывайтесь на мой канал. Лайкайте, заходите на страничку в фейсбуке под одноименным названием моего канала по будням с Инной. Буду рада всех вас видеть у себя в гостях. И напоминаю, в понедельник, до 18 декабря, есть возможность получить бесплатную стрижку мужскую и женскую и укладку. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok